МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И у нас в гостях начальник санитарно-экологической инспекции мэрии города Бешкек Керимбай Чойбеков. Здравствуйте, Керимбай Рысколович. Добро пожаловать в нашу студию. И перед началом нашей беседы, уважаемые телезрители, я хочу напомнить вам, что мы работаем в режиме прямой трансляции. То есть это говорит о том, что вы также можете задать свои вопросы, позвонив нам в студию по номеру 0312-59-2055. Наш номер телефона вы видите у себя на экранах. Еще раз здравствуйте, Керимбай Рысколович. Рады вас видеть в нашей студии. Как я уже озвучила тему, чистый город Бешкек или что необходимо сделать для наведения порядка. То есть действительно, что необходимо сделать, что нужно сделать, чтобы город Бешкек стал чище, скажем так. Конечно, чистота города зависит не только от работы муниципальных служб, но и от его жителей. Но тем не менее. Добрый вечер, уважаемые горожане. Добрый вечер, дорогая Чулпон. Сегодня мы говорим об актуальной теме, которая волнует всех горожан. Потому что многие горожане в зимний период времени отмечали, что город грязный, город не проветривается. И вы видели в 2018 году, как бы природа нас не одолила осадками, у нас не было практически зимы, было очень много пыли, было очень много грязно. И это как-то повлияло на настроение нашего общества. Сейчас с приходом весны, когда прошли дожди проливные, когда мы увидели проблемы города в виригационных системах, в арках. Увидели, что все-таки, если совместно с обществом бороться, скажем, с твердыми бытовыми отходами или со строительным мусором, у нас это все получится. Потому что действительно, вы правы, муниципальные предприятия Тазалых, там работает определенное количество людей, они получают заработную плату, но они работают самоотверженно. Они работают не покладая рук, сил. Нам надо всем бережно относиться к их труду, нам нужно как бы помогать. И объявленный, вы знаете, с 1 марта трехмесячник, субботник, он действительно показал, что наше общество, наш Бишкек, наши фрунзенцы, они объединяются и выходят на субботники. Это был тоже сильный показатель внутренней нашей энергии для наведения порядка в городе Бишкек. А сколько вообще субботников прошло в Бишкеке за последние месяцы? Или этой весной, можно сказать? И какова роль вообще субботников? Вот, вы знаете, вопрос интересный. С 1 марта правительство объявило о трехмесячнике, с 7 марта мэрия города Бишкек объявила. Но наши горожане, они вышли практически с 1 марта. Вот студенты БГУ, они 1 марта уже начали как бы работать. И это был сильный показатель для нас, для всех, что несмотря на то, что все ждали как бы распоряжения мэрии, тем не менее студенты первыми выходят в марте месяце. Но у нас есть как бы официальные цифры с марта месяца, когда это происходило. Первый субботник у нас вышло самое многочисленное количество людей, это было 16 марта. Приняло участие по данным районных администраций около 47 тысяч человек. Это было действительно, ну как бы видно, потому что после первого субботника в городе горожане должны были увидеть навалы листьев, навалы веток, где предприятия Тазалык и Комтранском, которые являются частной компанией по Октябрьскому району, не смогли вывести то определенное количество мусора, которое было собрано после первого субботника. И оно лежало, две недели лежало. Потом, значит, 23 марта как бы наступил второй субботник у нас, проливные дожди были между этими моментами, которые, кстати, помогли городу Мишке, кстати, немножко чище. Ну, 23 марта уже вышло около 27 тысяч человек, как бы уменьшалось это количество. А кто участвует в таких субботниках? Участвуют все балансосодержатели своих предприятий, которых мы с санитарно-экологической инспекцией провели работу по 2019 году. Мы их привязали территориально к каким-то суббетам. То есть были все организации у нас привязаны к своим паркам, но многочисленные были привязаны к своим территориям. И вот это массовая уборка вы видели, как и деревья сажали, и как вот выходили так вот. Ну, приятно было с такой искренней человеческой энергией, чтобы сделать, вложить труд, чтобы наш город был просто чистым и блестящим. А как вы оцениваете санитарно-экологическое состояние города Бишкек? Ну, на сегодняшний день, вот вчера мы буквально проехались, скажем, по вечернему Бишкеку. Сегодня с утра ездил с делегацией, с мэром городом Азизом Эмильбековичем. Вот вчера подчеркнули все, мы, правда, проехались по центральным улицам. Город чистый. Вот, но по внутриквартальным территориям, по тем, скажем, спальным районам или по районам, где внутри где-то города есть у нас еще некоторые недостатки, как бы работа НТУшников, работа районных администраций. Оно еще требует, как бы, усилий объединить народ. Опять-таки, у нас остается один субботник, там, 25 мая. Если народ наш объединится, и 25 мая, опять-таки, по прогнозам метеорологов, у нас дожди. Но все-таки надо выйти, сделать еще одно усилие, чтобы почистить внутриквартальные территории. Спасибо. Дорогие телезрители, я напомню вам, что мы работаем в режиме прямой трансляции. Вы также можете задать свой вопрос. Сегодня у нас в гостях начальник санитарно-экологической инспекции мэрии города Бершкек Керимбай Чуйбеков. И мой следующий вопрос касается относительно кодекса о нарушениях. С момента введения такого опыта в кодексе о нарушениях столичный муниципалитет заявлял, что ведутся в основном разъяснительные работы с нарушителями. Как вы считаете, есть ли результат на сегодня? Ну, эта тема очень сильно обсуждалась. 20 декабря, когда мое выступление было о том, что обнаружены где-то коллизии в статьях кодекса о нарушениях, по тем статьям, где мы рассматривали, скажем, и составляли протоколы, был вписан в статью 71 слово «плевок». И это вызвало бурное обсуждение среди нашего общества. На сегодняшний день это, скажем, слово или это действие, оно отнесено сегодня в 53-ю статью этого кодекса Крымской Республики о нарушениях. И как бы рассматривается МВД, но не муниципалитетом. Муниципалитету нам местному самоуправлению дали 31 статью для рассмотрения. Мы, как санитарно-экологическая инспекция, рассматриваем на сегодняшний день 9 статей. И вот 53-я статья, где курение, плевок, не входит в рассмотрение на сегодняшний день пока к местному самоуправлению. Поэтому кодексы, которые сейчас мы внедряем, механизмы, оно все шлифуется, потому что это все новое. Штрафы очень большие, для наших граждан это очень большие суммы. Поэтому здесь нам надо как бы осторожно подходить, чтобы не было взрыва нашего общества с этими большими штрафами. Но в то же время чистота города, необходима эти штрафы. Потому что с нарушителями бороться другими методами невозможно. У нас получается больший процент добропорядочных граждан, ну и есть те процентов 10-12, образно говоря, являются нарушителями. Так вот мы работаем и ведем борьбу. Вот мы с вами разговаривали о кодексе нарушениях. А как вы считаете, могут ли повлиять штрафы на сознание людей? Штрафы, они сами по себе как бы дисциплинируют человека. Вы знаете, вот как бы мое наблюдение за нашим обществом, когда очень долгое время, вот с декабря, декабрь, январь, там до 15 февраля обсуждался, как бы само коллизии кодекса Крымской республики о нарушениях, там про плевок, про штрафы. Наше общество по санитарному состоянию поведения в городе, они перестали плеваться. Представляете, вот те территории, там, скажем, вокруг ЦУМа, вокруг Оржского рынка. Ну вот народ, наш все-таки, вот наш народ, он прислушивается к мнению, скажем, правительства или тех законов, которые выходят. А штрафы, они, наверное, усилят дисциплину, и все-таки мы получим самый главный результат, который нам необходим нашему городу. Это чистый, экологически чистый город, чтобы все территории были просто, ну, загляденье. По работе, скажем, зеленстроя, чтобы все было в цветах, в траве зеленой. По нашему, скажем, направлению санитарии и экологии, чтобы, ну, просто была красота чистоты, чтобы блеск был. Недавно начали работать комиссии по нарушениям в Акимятах Бишкека. То есть это говорит о том, что уже начинается, да, заполнение протоколов и так далее. Что важно знать горожанам и как сейчас работают вот эти комиссии? Если мы, как бы, будем говорить о разнице, что было до 1 января, до 1 января у нас работал, как бы, административный кодекс. И наша санитарно-экологическая инспекция, она штрафовала по двум статьям только. 488 статья была в административном кодексе и 489. На сегодняшний день созданные комиссии, они выполняют ту же прежнюю работу. Но есть, как бы, в деталях, как это все должно происходить. Если при административном кодексе в прошлом необходимо было нарушителей привезти в комиссию, то есть необходим был привод. И привлекалось, как бы, Министерство внутренних дел, РОВД для того, чтобы доставить нарушителя на комиссию. В сегодняшнем, скажем, в нашем сегодняшнем дне у нас у инспекторов санитарно-экологической инспекции есть право заполнения протокола и тут же вынесения постановления о взыскании. Штрафа, да? Да, о взыскании. То есть тут же инспектор, если видит нарушение, он тут же может наложить штраф, не, как бы, давая документ протоколов на комиссию. Это очень существенная разница, потому что у наших горожан есть право, как бы, не согласиться с инспектором. И в этом протоколе есть, как бы, два раздела, где ставятся птички, согласен ли гражданин с нарушением, либо он не согласен с нарушением. Если нарушитель согласен и, как бы, пойман по факту нарушения, ну, естественно, лучше заплатить штраф, как бы, и вовремя это все сделать, и при этом думать о хорошем, что деньги пойдут на, скажем, в городской бюджет, на решение острых нуждающихся проблем города, на то же самое, скажем, построение новых детских там каких-то... Социальных объектов. Да, объектов, тротуаров и так далее. По тому, что нашим гражданам, если они не согласны с нарушением, они имеют право, как бы, не согласиться, отказаться, но в то же время этот протокол по закону кодекса кодексовского нарушения, он должен быть все равно зарегистрирован в едином реестре нарушений, и все равно этот протокол уже попадает на районную комиссию, на рассмотрение комиссии. А есть уже первые нарушители, скажем так? Вот 7 марта были организованы, образованы районы, утверждены районные комиссии у нас. 26 марта 2019 года вышло распоряжение мэрии распределения статей. Сегодня районные администрации провели как бы тендеры по изготовлению бланков строгой отчетности, где добавлены там штрих-коды, и буквально мы получили на руки это 14 мая протоколы. И от действия у нас как бы начинается с 15 мая мы уже начали протоколировать нарушителей. И как бы первые два дня, 15 мая, 16 мая у нас было как бы обнаружено и запротоколировано с вынесением постановления о взыскании 10 нарушителей. И общая сумма по нарушениям она достигла 117 тысяч сомов. Это очень большие штрафы. То есть максимальная сумма штрафа это 23 тысячи сомов, ну и начинается она с 3 тысяч для наших граждан. Поэтому на сегодняшний день общая сумма штрафов уже достигла 166 тысяч, которые мы наложили. Это получается с 15 мая? Да, вот до сегодняшнего дня, как бы у меня сейчас пока около 14 протоколов, но при этом на комиссию из 14 протоколов идет один протокол. А почему 10 протоколов и вот такая вот большая сумма? Какие там нарушения? Нарушения, в основном, которые мы сегодня фиксировали, это по юридическим лицам. Юридические лица, это, скажем так, станция технического обслуживания. К нам пришла жалоба от гражданки, которая проходила мимо станции техобслуживания и обнаружила в эрегационной сети в ворочной системе ужасную жидкость, которая выходила со станции. Когда наш инспектор поехал проверить, он обнаружил, что эти все отходы идут именно от этой станции, где был тут же составлен протокол, была установлена личность. Это самое главное по кодексу Крымской республики о нарушении, это установить личность нарушителя. И наложен был штраф на эту организацию. Поэтому, кроме этих сумм, мы сегодня запротоколировали незаконные действия по траншеям. То есть, на сегодняшний день очень много у нас нарушений, идет рыче траншей без ордеров. А по закону Крымской республики ордер выдает управление капитального строительства. Потому что территория города имеет очень много кабелей, очень много магистральных каких-то линий. И если частное лицо или юридическое лицо начинает копать без ордера, они могут нарушить систему инфраструктуры города Мишкек. Что это произошло, как бы, 15 мая на бульваре Держинского наш инспектор по факту нарушения поймал тех, кто копали, ссылаясь на какие-то аварийные работы. Вот, в основном, на сегодняшний день у нас штрафы накладываются на юридические лица. Один инспектор сейчас еще поймал по выбросу бытового мусора. И тоже был наложен штраф, то есть нельзя бытовой мусор выкидывать в неустановленном месте. А выявлены ли нарушители по новому кодексу? Вот, по новому кодексу у нас сегодня нарушители составляют... А физического лица? Физические лица, конечно, выявлены. Выявлены, то есть уже есть, да? Вот, построение нашей работы идет... Вы знаете, у нас есть WhatsApp, это модное, да, там, сегодняшнее явление в социальных сетях. И молодым людям, и людям преклонного возраста это очень удобно. Они нам высылают видео, фото, доказательства. Наши инспекторы реагируют. Ну, по времени на сегодняшний день 2-3 часа где-то уходит на то, чтобы доехать до места. И по новому кодексу, чтобы составить протокол, установить личность, очень много времени. Доказательную базу нужно нам немножко, как бы, иметь. Потому что, если возникают спорные вопросы, то на районных административных комиссиях необходимо нашим инспекторам, санитарно-экологической инспекции, предъявить доказательства. А фото-видео-доказательства это является, как бы, основным и честным доказательством нарушения. Есть постановление БГК о том, что хозсубъекты, частные домовладелец, вне зависимости от формы собственности, должны самостоятельно убираться на территории. А иногда такое ощущение, что чаще всего, ну, как бы, игнорируют это, не хотят убираться. Как вы следите за соблюдением чистоты на территории? Ну, вы знаете, это правила благоустройства города. Они утверждены бешкетским городским кинешем. На сегодняшний день они действуют. И на сегодняшний день вот эти правила благоустройства города внесены очень много изменений. Потому что оно было утверждено еще в 2009 году за номером 77. С тех пор прошло уже порядка 9 лет. И многими структурными подразделениями, многими, скажем, отделами, отделами ЖКХ, Зеленстрой, Тазалых, нашей службой САИ, были внесены изменения. Город тоже подключился, гражданский сектор, НПО. И, ну, необходимы эти новые правила благоустройства города, чтобы они были утверждены бешкетским городским кинешем. То есть это нужно вынести на сессию, чтобы депутаты это рассмотрели. Потому что с 1 января у нас работает новый кодекс Крылской республики о нарушениях. А то правило, там идут ссылки на статьи административного кодекса, который утратил силу. Но в то же время, ну, как бы, правила, они на сегодняшний день, как бы, действуют. И там прописаны многие моменты, которые вы сейчас сказали, что баланса содержателей территорий, зданий, сооружений, или торговые киоски, арендодатели, нет, арендаторы. Арендаторы, они должны все следить за, как бы, санитарией чистоты своего участка. Есть, как бы, периметр, есть это где-то ближе к дорогам. Тротуар и дорога являются муниципальной территорией. И если вот этот объект, скажем, ну, торговый павильон стоит и смотрит в сторону муниципальной стороны, то арендатор или собственник, или балансосодержатель этого киоска, ему необходимо свой периметр держать в чистоте. На сегодняшний день, если эта территория будет загрязнена, то инспектор САИ запротоколирует и оштрафует. А вот вы сказали, инспектор САИ, а сколько сотрудников трудятся, работают в САИ? Ну, у нас сегодня, на сегодняшний день 16 инспекторов. И в общий штат у нас всего лишь 24 человека. И мы так распределены, что по 4 инспектора у нас на район. То есть 4 района в городе, вы знаете, это Октябрьский, Ленинский, Свердловский, Первомайский. И 4 инспектора у меня, как бы, находятся на каждом районе. Но мы сейчас делаем, как бы, бригадный метод. Сегодня Кодекс Крымской Республики, он, как бы, позволяет те протоколы, которые нам дают районы со своими штрих-кодами. У нас у каждого инспектора есть свой личный код, который зарегистрирован в Министерстве внутренних дел. И сегодня мы планируем, как бы, вот эти 16 инспекторов. Я буду по 3-4 часа просить один день в неделю проходить весь один район. В связи с тем, что у нас штат маленький, но очень много у нас жалоб идут по социальным сетям. Очень много по Фейсбуку приходят жалобы, приходят по Инстаграм, приходят по новому чату, который организовал нас спутник. В общем, помогают сами горожане. Горожане все помогают, и мы благодарны горожанам, неравнодушным горожанам, которые, как бы, следят за нарушителями и нам дают знать, что вот здесь происходят нарушения. Спасибо. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Можете погромче, пожалуйста, вас не слышно. Можете, пожалуйста, погромче и чётче сформулировать свой вопрос, пожалуйста. Я сейчас задаю вопрос по поводу нашего разговора. Угу. Угу. А, значит, смотрите, только не будет. Они там, где убирают чисто, а там, где не стоят. Угу. Так, какая погода. Угу. Вот. А, поэтому у меня всегда было предложение, закинчать. Вы вот так же, у меня много лет занимает. Понимаете? Смотрите, я на этот день удаю, на работу уходил, на работу, на работу, и сейчас уходил. И я ухожу, если вы в какой-то шок. И подбираю мусор за собой, что я не за собой. Настя с другими. Ну, уходи. И у вас здесь, ну, представляете, что здесь есть 50 тысяч человек. Угу. 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 Спасибо. Спасибо. То есть у вас такое вот предложение, да? Да. Угу. Спасибо. Еще раз, я имею отчество как Георгий Степанович, да? Угу. Из Украины. Я дополню, наверное. Ага, можете, конечно, да. Вы не воздражаете. Георгий Степанович, те вопросы, которые вы сейчас подняли, они очень актуальны. Нам необходимо эту работу делать. Вот. И на сегодняшний день санитарно-экологические инспекции исполняют роль образовательную по не выбрасыванию, скажем, мусоров в наших начальных школах, в средних школах. Наши инспекторы по рекомендации руководства санитарно-экологической инспекции выходят в эти школы и дают школьникам знания. То есть мы сегодня уже работаем как бы с молодежью, потому что мы должны делегировать им наши как бы вот эти полномочия знания, что нельзя сорить, как было правильно отмечено, там, где не сорят, там, чисто там, где как бы не сорят. И это экологическое образование необходимо нам вводить с самого детства, с самого рождения, потому что сама специфика как бы мусора, если мы возьмем наш город Бишкек, это, понимаете, нарушитель, это тот человек, который выносит в пакетах или вывозит строительный мусор сам. Это человек. Человек виновен в том, что он выходит там из дома, если мы будем говорить про бытовой мусор, и бросает его в неустановленном месте, не в контейнер, а куда-то под дерево. Это очень много нарушений. То есть работа у нас должна идти на подсознание, что так делать нельзя. Это человек ответственный за выброс мусора, и он для общества, тот, который нарушает, должен как бы являться ужасным, наверное, или как это, заменить это слово, как бы нехорошим человеком, который загрязняет окружающую среду. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, да, можете погромче? Здравствуйте. Алло, да, да, да. Алло, да. Если вы слышите, то я хотел бы как бы дать наш номер телефона, который является WhatsApp, туда видео, фото, изображение, и саму жалобу вы можете направить. 0505-888-315. Это WhatsApp, САИ. Но легкий, скажем, номер, который могут наши горожане запомнить, это колл-центр мэрии города Бишкек, 1850 и 1840. Мы очень тесно работаем с колл-центром, мы буквально на одном дыхании, все жалобы, которые поступают в колл-центр, мы стараемся исполнить в течение некоторого времени. Поэтому, если я услышал правильно, Свердловский район, Дживек-Джуалу, правда, да, Дживек-Джуалу и Ибраимово, но как бы мы недавно проходили эту улицу, сейчас, вчера был ветер, возможно, она опять загрязнилась, может быть, дороги как-то еще не помыты. Ну, мы возьмем, я записал себе вашу жалобу, мы исполним. А часто горожан поступают подобные жалобы? Каждый день. Сколько примерно? На каждый день, как бы такой строгой статистики нет, жалобы, которые поступают в САИ, это первый колл-центр, 1850-1840. То есть люди жалуются на антисанитарию, где-то соседи сегодня. Сегодня мы работаем в том плане, что есть, как бы, закон о рассмотрении жалоб и предложений наших граждан, где соседи недовольны своими соседями. Но наша задача, как бы, в жизни, чтобы все как-то объединялись, жили мирно, и мы не можем, как бы, не реагировать на жалобы соседей. И при этом мы рассматриваем эти нарушения. А вот если сделать статистику в день, примерно сколько протоколов или предписаний составляется? Мы только, представляете, вот с 15 мая, мы только вот недавно, суббота-воскресенье было, суббота-воскресенье мы не работаем. У нас нету статистики, как бы, чтобы это было ежедневно. Сегодня мы отрабатываем сам механизм, как бы, составления протоколов. А там очень много работы. Установление личности, я об этом говорил. Установление самого нарушения, установление видеодоказательств. На это уходит время 3-4 часа иногда. Иногда, когда нарушитель сознательный, и его действительно понимают, уходит меньше времени. Протоколы, мы только начинаем, как бы, набирать обороты. При этом у нас нету служебных автомобилей. А вот достаточно ли вот такой объем работы большой, и тем более для миллионного населения, 16 сотрудников, всего, вы сказали, 24, да? — Требования, скажем, руководства мэрии города Бишкек, чтобы мы исполняли свои должностные обязанности. Поэтому та структура, которая, скажем, дано мне в руководство, имея 16 человек, я благодарен судьбе, что мы справляемся с некоторыми вопросами. Мы не можем закрыть все абсолютно проблемы города. Это очевидно, это понятно. Если мы говорим о расширении штата, да я с удовольствием согласен пойти на увеличение нашего количественного состава инспекторов, но это все зависит от решений Бишкекского городского кенешин. Там очень много вопросов, там бюджетное финансирование, там дополнительные финансы где-то для того, чтобы все это обеспечить. Но это было просто великолепно, потому что если мы к сегодняшнему дню достигли какой-то ступени чистоты в городе Бишкек, то нам в будущем необходимо сохранить эту чистоту. А сохранить чистоту, ну, допустим, за счет инспектора санитарно-экологической инспекции в нынешнем составе нам тяжело. Поэтому нам нужно необходимо немножко увеличиться. И если бы горожане поддержали бы, мы бы работали бы и продолжали бы работать на благо наших горожан, на благо наших жителей. Навести порядок, убраться, сделать чисто, в принципе, очень легко, но беспокоит судьба, куда это все попадет в конце. Не пора ли уже начать сортировать мусор? Ну, я извиняюсь, кашлянул. Весь мир сортирует. Весь мир сортирует мусор. Для этого необходимы, как бы, где-то производственные нам цеха, которые бы перерабатывали этот мусор. Строительный мусор, стекло, ну, скажем, тот же баклажки. На сегодняшний день в Бишкеке или около Бишкеки есть такие цеха. Но они, как бы, все не на виду, может быть, и муниципалитету, мэрию нужно акцентировать это внимание. Потому что очень много с увеличением, скажем, нашего города, населения, мегаполис у нас увеличивается. И, естественно, мусора становится больше. Нам необходимо сортировать. Сортировать так, чтобы, ну, достичь тех показателей, которые есть в мире. Допустим, Швеция, да, или там, вот, то, что происходит, у них там, говорят, вообще мусора нет. Ну, представляете, какое будет это счастье. На сегодняшний день технологии есть. Все, как бы, вопросы, это, наверное, в решении руководства по поставленным задачам решить этот вопрос по переработке. Про ситуацию с экологией города мы все знаем, да, что она у нас загрязнена. Не буду спрашивать о причинах загрязнения, так как очень раз, очень много раз поднимали эту тему. Хочется узнать, какие необходимые меры предпринять для улучшения экологии города и что делает для этого мэрия Бишкека. Мэрия города Бишкек, в частности, санитарно-экологическая инспекция, где мы ответственны, скажем, за это направление. На сегодняшний день, как бы, в черте города мы эти вопросы решаем. Благодаря муниципальному предприятию Тазалыб, благодаря частной компании Ком-Транском. Но в процессе, скажем, нашей работы мы выявили очень много проблем на границах вокруг города. Представляете, вокруг города, где границы не обозначены, как бы, Алламидинский это район или город Бишкек, мы там видим очень много стихийных свалок. В то же время мы написали письма, Алламидинский о принятии мер, мы написали письма в Госэготехинспекцию, чтобы как-то совместными усилиями решать проблемы мусора вокруг города. Их на сегодняшний день очень много, и необходимо все это вывозить на санитарный полигон. Потому что мусор у подножия гор, вы знаете, это очень опасная экологическая катастрофа, может быть, воды, если они попадут еще в подземные воды, это кошмар. Мы не должны это все смотреть сквозь пальцев. И какие меры предпринимаются? Меры на сегодняшний день, которые необходимо предпринять, необходимо увеличить техническую часть муниципального предприятия «Тазалык» по оснащению их дополнительными машинами по вывозу, чтобы график по вывозу у них был более, скажем, в тех районах, где не вывозится мусор, чтобы они участили. Иногда бывает, в некоторых районах они приезжают в неделю два раза. Вот жители жалуются. На самом деле, два-три раза, скажем, уборка одной территории, вывоза, для современного города Вишлега это пока достаточно. То есть нам необходимо увеличение техники. А для улучшения экологии? Для улучшения экологии нам необходима работа с самим населением, чтобы само население уже не бросало мусор, потому что мусор-то бросают люди в неустановленные места. Необходимо, чтобы у нас это была культура, та, которая будет заложена у нас уже внутри. Все это доносить до мусорных контейнеров, где закреплены они на тех территориях, где должны быть. Люди должны туда бросать. И так мы спасем экологию. Спасибо. К сожалению, наше время подходит к концу. Вы можете обратиться к нашим горожанам. Приятно было немножко высказать некоторые мысли. Хотелось бы призвать горожанам, чтобы мы смотрели за своими поступками, за своими делами. Потому что дети смотрят за взрослыми, как взрослые себя ведут. Если взрослые могут позволить себе где-то нарушить санитарию экологии, дети то же самое и делают. Сегодня рады, что во дворах, в новых дворах спальных районов города очень много детей. Давайте будем беречь их здоровье, потому что если нарушать, как есть нарушение точки Дживек-Джолу-Алматинка и до моста, вот там на остановке, просто где нет мусорных контейнеров, люди близлежащих районов привыкли кидать мусор, и оно все накапливается. Это тротуарная часть. Там люди проходят с детьми, с колясками и так далее. То есть я хотел бы и призываю наших граждан следить за собой и делать замечания нарушителям. И снимать их на видео и фото. Отправляйте к нам. 0505-888-315. Спасибо. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я с вами не прощаюсь. Увидимся также в среду ровно в 21.20. Будьте на пирамиде. Следите за нашими выпусками. Вы можете также и в социальных сетях, и на нашем YouTube-канале. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok